Друзья, вот вопрос был по поводу Интеррау. Вот месячный график Интеррау, на что хотел обратить внимание. Вот у акции есть неотработанные цели вверху. Первая цель это вот 6,75 и соответственно вторая цель это уровень докризисный 2008-2007 года это 9,25. Вот сюда вот. В перспективе бумага будет стремиться отработать эти цели. Вопрос только когда это будет реализовано. Вот смотрите, сейчас она консолидируется, этот месячный график. То есть у нее идет период накопления. Вопрос в том, куда она будет выходить по факту завершения этого накопления. Давайте для внимания более короткий таймфрейм возьмем. Вот неделя. Что у нас получается на неделе? На неделе у нас фигура рисуется, но пока не нарисовалась двойная вершина. Первая вершина и вторая вершина. Соответственно вот эта фигура она будет нарисована. И скорее всего она сработает с целью движения вот сюда 3,01 вниз. В том случае, если цена придет вот в этот диапазон салатовой линии 4,13, 4,02. Вот в этот диапазончик, если бумага приходит, ее цена, она здесь начинает проторговываться. То соответственно отсюда она может улететь вот сюда на 3,01. Но пока вероятность такого сценария она очень невелика. Я думаю скорее всего здесь будет немножко по-другому процесс протекать. Давайте возьмем более короткий таймфрейм, дневной. Соответственно что здесь получается? Вот сейчас был падающий тренд движения вниз. И сейчас образовалась свечная разворотная формация вот этого падающего тренда. Соответственно здесь наиболее вероятная цель движения при отсутствии обвалов, негативов в Америке, на нефти. Мы должны пойти вот сюда вот 4,52. И потом сюда 4,73. Соответственно вот эти вот две цели у нее наверху. Если мы посмотрим 4-часовой график, то у нас здесь получается, мы можем сначала уйти вот сюда вот. То есть отработать вот эту цель зелененькую 4,13. И потом если мы не уйдем вот в этот диапазон и здесь не закрепимся, то скорее всего мы отсюда отскочим и пойдем сначала вернемся к действующему значению. И потом отрабатывать вот эти вот две цели. Вот соответственно то есть при достижении вот этой цели должен упасть объем. И цена должна отразиться и пойти вниз. В этом случае скорее всего будет движение наверх. Но это опять же при отсутствии внешнего негатива и при условии того, что наш рынок не валится. Вот таким образом я думаю большая вероятность того, что бумажка она в ближайшем будущем пойдет, ну как минимум вот эту цель тестировать и потом возможно вот эту. Но если как бы будет негатив и обвал рынков, то соответственно вот здесь у нас вот нисходящий канальчик, который она сейчас пытается пробить. Давайте я его нарисую. Вот он. Вот. То соответственно бумага она идет вот сюда вот к этому уровню. Вопрос в том вот от этого уровня, как она будет действовать. Если здесь упадут объемы и она отсюда отразится, то она пробьет этот канал. И соответственно она пойдет сначала эту цель отрабатывать, потом эту. Если она не отразится, то здесь начнет расти объем, она попадет вот в эту область, то вот из этой области высока вероятность движения вниз на 3 с копейками рубля. Потому что будет нарисована двойная вершина, которая с высокой степенью вероятности отрабатывается. Все, дорогие друзья, спасибо за внимание. До свидания.